МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте с программой «Взгляд из Венсполса. События, люди, мнения» в эфире Курзумское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. В течение последующих пяти лет предприятие «Венсполское недвижимое имущество» будет перезаключать договоры об аренде неприватизированных квартир, так как согласно закону теперь договор должен быть заключен на определенный срок. Подробности в сюжете. В этом году вступили в силу изменения в законе об аренде жилых помещений, в связи с чем изменили городские правила о порядке сдачи в аренду муниципальных квартир и об определении арендной платы. Согласно закону, больше не может быть бессрочных договоров об аренде квартир, как это было до сих пор. Максимальный срок аренды может быть только 10 лет. Всем, у кого бессрочные договоры, необходимо их перезаключить, согласно обязательным городским правилам. Эти договоры надо перезаключить до конца 2026 года. Это будет сделано и для того, чтобы защитить тех арендаторов, которым в свое время квартиры были выделены, и они их не приватизировали. Важно, чтобы они не остались на улице. Мы эти договоры перезаключим, если у арендаторов нет платежных нарушений, и они не проводили никаких перестроек. Так как договоров порядка 2000, перезаключение их будет происходить постепенно. Каждый получит приглашение от предприятия Венспл с некустами и пушами в определенный срок явиться на перезаключение договора. Это не относится к приватизированным квартирам и к тем квартирам, которые выделены в порядке социальной помощи. Если я не ошибаюсь, после 2002 года, то есть после того, как вступил в силу закон, регулирующий вопрос о помощи в выделении квартир. С жильцами этих квартир изначально заключен договор на определенный срок. Что же касается повышения квартплаты за неприватизированное жилье, то сейчас подан проект тарифа на утверждение Венсполской городской думы. В силу новый тариф вступит в следующем году, о чем обязательно предупредят за три месяца. В этом году традиционный конкурс «АйТи-вызов» вновь проходит удаленно. Уже завершился первый тур, и сейчас команды, прошедшие в финал, готовятся к заключительному этапу, который пройдет в начале декабря. Завершился первый этап конкурса «АйТи-вызов», организуемый Венсполским дигитальным центром. По словам одного из организаторов, Райт и Сырозы, школьники в этом году были намного активнее, если сравнивать с прошлым годом, когда конкурс также проходил удаленно. В количественном выражении это более 1400 учащихся и педагогов. И это очень здорово. Мы сейчас немного продлили первый тур, так как, поговорив с учителями, поняли, что командам необходимо хоть ненадолго собраться вместе. Конечно, удаленно много можно сделать, однако увидеться им тоже необходимо, чтобы закончить задание. Мы отозвались на эту просьбу и продлили на неделю, так как срок подачи был 14 ноября, а школьники вернулись в школу только 15-го. Команда Венсполского дигитального центра в этом году особенно активно работала со школы, чтобы информация о конкурсе дошла до педагогов и учащихся, причем не только латвийских учебных заведений. Традиционно участников поделили на три возрастные группы – А, Б и С. Больше всего участников заявилось в группе Б, а это четвертые и шестые классы. Мы не анализировали участников с точки зрения городов, а проанализировали с точки зрения стран-участниц. Конечно, участвуют латвийские школьники и педагоги. На втором месте около 200 участников – представители Эстонии, и на третьем месте – Литва. Ситуация везде отличается, но, как мы поняли из общения с представителями разных стран, пандемия сильно повлияла на всех. Венсполщане в этом году немного пассивнее. Если в прошлые годы заявку подали порядка 30 команд, то в этом году 22. Из них четыре команды прошли в финал, который тоже будет проходить удаленно в прямом эфире, так же, как и в прошлом году. Все продумано так, чтобы обеспечить честную конкуренцию, сделать это качественно. В этом году мы продолжаем в том же духе. Каждая группа будет отдельно участвовать. У каждой свой день – с 6 по 9 декабря, начиная с группы «А». Победителей объявим 10 декабря. В этом году увеличен призовой денежный фонд. Также будет вручен специальный приз от жюри. Подход Венсполского комбината благоустройства к сортировке стеклотары сейчас настолько разнообразен, что грех кому-то жаловаться на то, что в гараже или дома скопились банки, бутылки и некуда их деть. Последняя в этом году акция по сбору стекла, в рамках которой абсолютно бесплатно можно было избавиться от изделий из стекла, не оправдала себя. Возможно, из-за погодных условий или праздничного настроения, а может, по причине того, что сейчас ежедневно можно сортировать мусор и выкидывать в специальные контейнеры стекло, желающих поучаствовать в акции было очень мало. Два дня в определенное время по определенному маршруту в городе курсировал автобус, который можно было сдать стеклотару, оконные стекла и другие изделия из стекла. Особого интереса горожане не проявили, ведь сейчас стекло можно сдать в 95 местах, а также в двух крупных пунктах по сбору сортированных отходов на Сигулдас и на Екаба. Кроме того, владельцы частных домов могут бесплатно заказать себе контейнер для стекла. Обслуживание контейнера тоже бесплатное. С февраля в Латвии начнут работать депозитные аппараты по приему стеклотары, которые установлены и в нескольких местах в Венсполсе. Таким образом, стекло будет отправлено на переработку. В Венсполсе представлены уникальные экспонаты из частных и музейных коллекций. Более 700 предметов составляют выставку «Кабинеты редкостей». В Венсполском замке Ливонского ордена открылась выставка, ставшая приключением для ее создателей и для посетителей. Название выставки «Кабинеты редкостей». О каких же кабинетах идет речь? Так вспомним о слабостях нашего характера, о такой страсти, как коллекционирование, о привычке к накоплению. В конце концов, у каждого из нас есть полка, на которой стоят любимые, особенные для нас вещи, говорит дипломат, коллекционер и куратор выставки Жюль Бонвиаль. Я очень доволен. Мы вместе с командой музея работали целую неделю, чтобы оформить выставку. Около 700 предметов мы получили от латвийских музеев и частных французских коллекций. В Латвии я руководил Институтом французской культуры 4 года, работал дипломатом. И когда я спросил у директора Латвийского национального музея, есть ли у нас что-то отвечающее теме «Кабинеты редкостей», выяснилось, что есть очень много предметов, которые они могут предложить. Да, речь идет о страсти коллекционирования. Дворцы и резиденции с 16 века по сей день хранят бесчисленные сокровища. Уважающие себя аристократы с гордостью экспонировали необычные ткани, книги, фарфор, кораллы и даже растения и животных, собранных с разных континентов. Нередко личные коллекции становились основными экспозициями музеев. В создании этой выставки тоже участвовали многие музеи, отозвавшиеся на призыв предоставить экспонаты, свидетельствующие о традициях кабинетов редкостей в Европе. Самое интересное в том, что у нас у каждого есть какая-то страсть, какие-то увлечения. В этом случае скрытая страсть обнародована, и это привлекает. Это своего рода рассказ об истории музеев, о том, как из желания коллекционировать появилась возможность публично демонстрировать коллекцию и радоваться этому. Впервые в музее представлены сотни предметов из личных коллекций французских коллекционеров. Евы и Жюль распаковывали огромное количество ящиков, регистрировали предметы и расставляли их. Причем так, чтобы создавалось ощущение, что именно так и выглядят коллекции в старых европейских домах высокопоставленных людей. Главное, что я хочу сказать, изучайте природу. До сих пор много людей изучают природу и коллекционируют красоту. В латвийских музеях есть и старинные экспонаты, например, такие, которые относятся к Древнему Египту. Также выставку дополняет и современное искусство, перекликающееся с темой «Кабинеты редкостей». Еще есть частная коллекция арты Светса. Эта выставка была запланирована в Лейпойском музее, но пандемия внесла свои коррективы. Так как этот проект по планам должен был быть очень объемным, а музеи, к сожалению, долгое время были закрыты для посещения, со всеми вытекающими из этого последствиями, все это не позволило нам организовать выставку в Лейпой. Но я очень рада, что нашим соседям Венсполсу удалось показать эти предметы. Надеюсь, что людям будет интересно, что посетят не только Венсполщанин, но и лепайчани, приедут со всей Латвии и даже не только Латвии. Экспонаты размещены по разным помещениям, поэтому посещению выставки стоит уделить побольше времени. Здесь затронута и тема продуктов питания, которые когда-то были ввезены в Европу. Например, картофель, тыква, кофе, кукуруза, томаты, сахар. Я советую посмотреть все эти заморские сокровища, которые в повседневной жизни мы не увидим нигде. Только в Венсполсе и только до 25 марта. Выставка «Кабинеты редкостей» прекрасно дополняет экспозицию улицы Вассерницу, которая рассказывает о жизни зажиточных венсполщан в довоенное время. Посещение музея сейчас доступно в зелёном режиме. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К радости болельщиков возобновляются баскетбольные матчи в присутствии зрителей. В среду 1 декабря в 19.00 в Олимпийском центре состоится розыгрыш Кубка Уживы по баскетболу. Венспол встретится с Кандово-Анзаде. Вход бесплатный по предъявлению действующего сертификата. Венспils изглитības парауда айцене пieteigties дарбам Венспils 1. сколас, виспари изглитовошajās у интеращу профессионалās иевирзизглитības изглитības иестаде. Дарбиняки тек меклēts Венспils 1. сколас изглитības иестаде. Ваверита, Маргриетиņа, Битита, Пасака. Виспари изглитовошajās иестаде Венспils 1. 1. гимназии, Венспils 2. 2. 1. Венспils пара вене таза паматскола 2. 3. Пара. Венспils спортасколас партия айцене дарбам дарбиняки. субтитры.